здравствуйте уважаемые зрители моего канала появились новости о втором образце ударного бпла охотник сообщается о сроках завершения создания второго опытного образца ударного бпла охотник напомню что первый летательный аппарат такого типа уже проходит испытания в том числе совместно с истребителем пятого поколения су-57 как сообщает риа новости со ссылкой на источники второй построенный экземпляр тяжелого ударного российского беспилотника будет иметь отличие от первого варианта причем эти отличия названы серьезными в частности отмечено что от экспериментального первого варианта вторая машина будет в первую очередь отличаться тем что это предсерийная машина создаваемая с учетом проведенных испытаний первого образца охотника машина будет конструкционно отличаться от предшественницы указывается на то что создаваемый в новосибирске на авиазаводе имени шкалова 2 образец с 70 охотник поднимется в воздух концу 2021 года а сборку его планируют завершить в августе после чего начнутся этапы испытаний включая проверку работы двигателей пробежку по впп аэродромы ранее сообщалось о том что ударный бпла охотник конечном итоге может обзавестись плоским соплом однако на данный момент о внедрении такой технологии во второй опытный образец 20-тонного российского дрона информации нет напомню что ранее также были высказаны слова о намерении превратить бпла охотник еще и в беспилотный перехватчик вооружив его ракетами класса воздух-воздух на мой взгляд новый российский беспилотник как и его западные собратья скорее всего никогда не станет полноценной боевой машиной оставаясь стендом для испытаний новых технологий тех самых которые будущем смогут найти применение на других бпла рождение охотника нельзя считать напрасным для россии у которой с беспилотниками не сложилось это огромный прорыв который помимо всего прочего показал миру что страна способна осваивать новые направления в сфере боевой авиации но каким будет универсальный беспилотник будущего на этот вопрос может ответить новый китайский аппарат dark sword который иногда называют гиперзвуковым истребителем два года назад было представлено фото его полноразмерной модели демонстрирующие как минимум серьезное намерение пекина продолжать разработку на снимке хорошо угадываются попытки придать бпла элементы стелс технологии форма воздухозаборника также может свидетельствовать о реальности намерений создать гиперзвуковой летательный аппарат с прямоточным воздушно-реактивным двигателем необходимым для достижения высочайших скоростей многое зависит и от того каким путем пойдут создатели перспективных истребителей шестого поколения например европейского new generation fighter и американского f и xx то есть будут эти самолеты беспилотными пилотируемыми или опционально пилотируемыми пока все свидетельствует в пользу третьего варианта кроме того перспективные бп лау все чаще видят в связке с управляемыми машинами где один истребитель играет роль ведущего для нескольких бп лау такие проекты уже есть и судя по всему будут разрабатываться дальше позволит ли опыт с охотником создать российскими инженером нечто подобное покажет время скорее всего беспилотного ведомого придется разрабатывать с нуля с упором на возможность сверхзвукового полета если вам понравилось видео ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал впереди вас ждет еще много интересного вооружения россии и других стран мира оставайтесь на связи